Значит, дикотомия означивания и для себя деятельности означивания. Что под этим подразумевается? К любой может поставить простейший эксперимент. Как мы мыслим прямую? Только тем способом, что ее проводим. Мысленно проводим, конструируем прямую. Как мы мыслим треугольник? Тем, что его опять-таки строим. Один угол, сторона, один угол, сторона. Мы вряд ли мыслим его как некую ценность. И любой может так построить многоугольник. Многоугольник точно так же мы проводим от угла к вершине. Хотя все остальные вершины, мы уже практически забыли. Их нет, их не существует. Мы видим странную ситуацию, когда для того, чтобы помыслить некоторый предмет в нашем воображении, геометрический или какой-то, мы подменяем вот это мышление формой построения. Это означает, что та же самая прямая для нас не дана, как нечто, относящееся и предстоящее перед нами. Она дана каким-то другим способом. Мы в этом соотношении участвуем. К чему это приводит? Приводит это к тому, что в построении предмета мы участвуем как форма его построения. Это означает, что любая наша деятельность, она является в этом смысле опосредованной собой деятельностью. Но наша деятельность разворачивается перед нами непосредственно. Вот этот простейший эксперимент был впервые обнародован и придуман Фихте в книжке «Факты сознания». Что у нас тогда это позволяет увидеть? Видим мы необычайно странную вещь, что предмет для нас не выступает в качестве чего-то прямо нам противопостоящего. С позиции Канта, с позиции его наследника Фихте, это естественно. В самом деле, когда мы строим какой-то рода предмет, мы всегда вовлечены тем, что предлагаем форму пространства и форму времени. Здесь точно так же мы даем форму построения. Мы являемся принципом или формой построения вот этого самого предмета. Мы являемся принципом проведения вот этой самой прямой. Мы являемся принципом построения треугольника. И треугольник нам не дан как нечто ставшее, законченное, противопостоящее нам. И прямая нам дана как нечто ставшее, законченное, противопостоящее нам. В таком случае треугольник же дан? Так вот, оказывается, что нет. Но мы же не просто, ладно, когда мы проводим линию, мы не можем ее завершить. Да. А треугольник же мы можем завершить. И что? И тогда мы снова начинаем строить треугольник. Не, ну мы можем одним взглядом охватить треугольник и увидеть его как треугольник. Ну воображение, разве так? Мы можем его сразу же охватить и увидеть как треугольник, и все-таки мы его строим. Для этого можно построить многоугольник, потому что многоугольник-то мы же точно не можем сразу захватить. Да, не можем. Стоугольник или там пятьсотугольник. Мы начинаем его строить. Это правда. И соотносим его как результат с нашей деятельностью построения. Вот это есть многоугольник, соотносение предполагаемого результата с нашей деятельностью построения. Потому что мы в любой момент находимся в построении какого-нибудь из его 95-го угла, из 105-й стороны и так далее. День момент. Мы треугольник видим как построение, когда мы его рисуем или когда мы видим нарисованный треугольник? Тогда воображаем. Взяли и мы хотим. Мы можем вообразить треугольник готовый, мы можем его возразить как построенный. То есть, грубо говоря, я на столе вижу треугольник, я его рисую или я вижу как треугольник? Когда треугольник... То же самое как многоугольник. Когда мы воспринимаем этот какой-то... Сами его пытаемся помыслить, мы одновременно его строим. Мы пытаемся помыслить треугольник, мы его строим. Логика в чем состоит? Смотри, что хочет сказать Игорь, как вы и говорите другими словами? Хочется сказать, что есть объекты, которые присутствуют только в момент того, когда мы активно его строим. То есть он сам по себе не существует, он существует только во взаимодействии субъекта с чем-то, во время активности. А чем эти объекты отличаются от тех, которые строить не надо? А такие есть, которые не надо строить? Но ты когда яблоко смотришь, ты же не строишь его. Смотри, камень лежит на дороге, ты же его не строишь. У него принципа никакого нет. Как ты его строишь? Думаешь, не строю, да? Почему как раз камень на дороге нам важен-то? Потому что, ведь смотрите, как интересно получается. Получается, что всякий раз, когда я что-то воспринимаю, я отношусь самим собой как формой, как принципом построения этой прямой, как принципом построения треугольника. Таким образом, что каждая форма, то есть любая моя деятельность, означивание или воображение, она превращается как форма отношения с собой, то есть является для себя деятельностью, для себя пышется в коврычках. То есть классическая позиция, она состоит в том, что раз у нас форма, то всякий раз она дана и для себя. Правильно, но только единственная форма, которая осуществляется в активности. А есть еще формы, которые тебе даны уже готовы. Вот очень интересно на эту точку взглянуть, почему мой доклад называется «Дихотомия» – означивание и для себя означивание. Вот мы научились, благодаря вот этому пятиминутному построению, устроить для себя деятельность означивания. То есть любая деятельность построения является для себя деятельностью. Форма одновременно дана для себя форма. Теперь остается другая задача. А бывает вот эта странная концепция, придуманная впервые по столу, и так активно используемая нами в эстетике, как форма в себе. То есть когда форма каким-то образом присутствует, но в это время она не является для себя бытием. Вот твой камень, недвижащий на дороге. Вот такой же пример, да? Это готовая форма, которая не является формой построения, то есть не дана как для себя форма. Как мы можем с этим работать? Действительно, бывают камни на дороге, и все состоит из четырехгольников, которые мы строим. Просто мы его строим быстро, этот камень. Увидели – построили. Увидели скалу – тоже подстроили. Увидели гору – не подстроили. Почему камень разве не есть для себя данная форма? Она от нас не зависит самостоятельно. Ну вот восприятие, и вот эта интуиция, что восприятие некоторых вещей, то есть, например, Канта. Ой, Канта. Восприятие камня. В восприятии камня, быть может, это есть такая форма, которая одновременно не дана себе как форма. Не является, одновременно не удерживается как некий принцип построения. Потому что когда его воображаем прямую, мы одновременно удерживаем себя как принцип построения этой самой прямой. И относимся с собой, как принцип построения прямой, вот как-то вот так. И она поэтому получается, что форма дана нам для себя. А здесь, получается, быть может, есть такие объекты, которые не даны нам для себя. Может быть, мы их и строим, но это невозможно установить. Если мы строим, то они для себя. Нет, но это невозможно установить в самом объекте. То есть, камень лежит, может быть, мы и являемся в принципе его построении. И, в принципе, такая гипотеза тоже возможна, да? Ну, если... Что мы на самом деле как бы прорисовываем его... Если находиться на позиции Канта или Фихта, то вроде бы... Страстную форму мы ему даем, значит, строим. Да. Значит, это просто самостоятельно. Но на самом деле мы не можем удостовериться, так это или нет. Нет такого опыта, где мы как бы эту форму строим. Вот я вот этот вопрос предлагаю. Потому что мы не можем отделить вне себя от себя. Эта старую интуицию постоловой, так активно используемая нами в эстетике, я вам пытаюсь каким-то образом ухватить. Потому что вроде бы с отношением с собой как принцип построения предметов все просто. Ну, относительно просто. Кому как, да? А вот с этой самой формой в себе, как это может быть? Ведь с классической точки зрения, как раз у тебя есть форма, то она сразу же для себя. Вот если есть форма пространства, то в этом смысле мы относимся с собой как определенной формой пространства и времени. И в этом смысле любое восприятие у нас есть как бы оно уже одновременно для себя. Правда же? Вот классическая позиция. Это Кант и Фихта, да. Да, Кант и Фихта. А здесь вот такая позиция, когда мы к чему-то относимся, как форме в себе. Как понять это, как нам удержать вот это. Это и будет, если мы удерживаем наш непосредственный деятель, обратите внимание. Если такая позиция возможна. Фихта же и говорит, что это самосозерцание самих себя в этом предмете. Да. Что когда мы увидим пространственный предмет, мы на самом деле самосозерцаем свою деятельность в предмете. Конечно, конечно. Поэтому мы сразу же для себя. Хопа. Куда мы и мутнулись, везде для себя. Любая форма – это отношение нас с самим собой. То есть мы самим собой посредуем свое отношение. И это посредимо самим. Не просто посредуем, а созерцаем свою деятельность. Ну, созерцаем – это фихте-кантовские извраты. Некоторые находятся и без созерцания. Хорошо. Вот такое. Это они считали. Я хочу сказать, что как раз в этом-то подвиг есть. Отрицать возможность созерцания – в этом нет подвига. А то, что говорит, что мы не только соотносимся, но еще и созерцаем собственную форму в этом смысле – это вот это подвиг. Ну вот, а как вот работать с формой в себе? Что здесь может быть? Как удержать эту ситуацию, когда форма является формой, но одновременно не дана для себя? Я не понимаю. То есть интуиция такая есть. Мне интересно, если получается, что мы камень, грубо говоря, рисуем, создаем его, то, во-первых, это происходит во времени. Во-вторых, таким образом мы запоминаем то, что мы уже прорисовали. То есть, другой, нарисуем прямую, мы каждый раз рисуем точку и забываем то, что было до того. Но прямую мы… И саму прямую мы никогда не нарисуем. Прямую нарисуем. Мы должны воспринять эту прямую как целую сразу. Нет, но есть некий предмет, который можно было назвать предмет сам по себе или вещь в себе, это не важно. Когда она аффицирует наши чувства, то мы, то, что мы видим, это же происходит внутри нас. Это некоторого рода как бы деятельность, связанная с нашим ощущением, с нашим мышлением. То есть мы внутри себя в результате аффицирования некой вещи в себе выстраиваем некую конструкцию, которую потом мы понимаем как камень. То есть как бы ты ни крути, ты же видишь то, что ты видишь, это некоторого рода образ, созданный внутри твоего сознания благодаря твоим способностям. Да, знаете, способности, они происходят одномоментно, а не в процессе. Как камень видишь, как целая камень. Камень ты так рассуждает, фактически. То есть вопрос происходит так, что есть некое внешнее, куда мы пробиться не можем, да, которое фиксирует нас, и все, что у нас происходит в неком нашем внутреннем уже, да, это уже есть продукт взаимодействия вот этого внешнего, да, с нашими способностями, с нашими познавательными способностями. Вот, и мы поэтому существенным образом активны в том, что мы видим. То есть как там само по себе этот камень, как само по себе веществует, мы не знаем, но то, что мы видим, это вот некие камни и прочее. Мы видим, я понимаю, мы видим нечто. То есть на самом деле можно, с классической точки зрения можно ставить гипотезу о том, что любая форма, которую мы наблюдаем, является нашей формой. То есть мы ее миру придаем. То есть мир на самом деле является как бы нашей конструкцией, то есть мы его устроим. Мы его не создаем, но мы его устроим в каком-то смысле. Игорь, ты ставит вопрос теперь о том, как бы на самом деле, поскольку мы не можем обнаружить себя в этой деятельности, а можем только предполагать, что она присутствует, да, исходя из того, что... Почему не можем обнаружить себя? Потому что вот когда мы строим треугольник, мы себя обнаружить можем. Да, вся как в принципе построение, да. То есть есть два способа. А в камне еще не камень отличаются. А в камне не можем, потому что он уже дан весь целиком. Нет, он не там целиком. Получается, если мы его строим в себе, то, во-первых, через органы чувств мы видим нечто, а потом уже внутри себя эту форму облекаем во что-то. То есть есть деятельность. Ну вот Виктор считает на самом деле, что примеры с построением линии как бы указывают на то, как мы строим камень. Да. Он считает, что это один и тот же опыт. А теперь мы ставим вопрос, что один и тот же ли это опыт. Можно ли переносить построение линии на камень? Да, построение линии это немножко другое. По строению линии мы конструируем себя и переносим в мир. А камень это из мира в нас. Немножко разные вещи. Не важно, что там офицеры. Потому что в мире нет прямой. Мы привносим в мир нашу форму. Мы везде размышляем метафорами. В каком-то смысле есть метафора того, что наша активность, нами, там Игорь не любит слово, созерцается. То есть в пространстве и время, согласно Канту, мы созерцаем собственную активность в мире. Мы в процессе рефлексии или как? Или непосредственно? Непосредственно созерцаем. Непосредственно, конечно. Время есть форма внутреннего чувства. Внутреннего чувства. А пространство – форма внутреннего чувства. Да. Или когда мы строим себя как или строим ее прямую и являемся одновременно принципом, мы даны себе как этот принцип. Но принцип возвращается постоянно. Да. Нет, даны-дамы-дамы, но осознавать-то мы это сами в себе-то осознаем или не осознаем? Осознаем. Или мы строим это не осознавать? Ну, нет, конечно, осознаем. Если ты осознаешь, значит, ты рефлексируешь. Пока как бы мы вопросом, рефлексируешь, не рефлексируешь, не это важно. Важно понять, на самом деле, что различие между тем, как камень нам дан, И между тем, как дан треугольник. Треугольник или прямую мы строим. И мы непосредственно понимаем, на самом деле, как это происходит. Это не какого-рода принцип, согласно которому этот объект строим. Мы согласно принципу разворачиваем. Он не дан, конечно, предметной форме, как принцип, лежащий рядом с результатом. Он дан тем способом, что мы строим. Тем не менее, мы с собой, как с принципом построения, в этом смысле соотносимся. Этот принцип нам хоть и таким образом не в предметной форме дан, но он дан для себя. Я говорю, а для себя деятельность означает... А в камне, на самом деле, это не очевидно. Вот и вопрос ставится на то, насколько можно эту метафору линии переносить на камень. То есть камень тоже может считать, что мы строим. Только на самом деле наша деятельность построения нам не дана. То есть она дана как готовая, но не дана как принцип. Да, конечно. То есть, может быть, там тоже есть принцип, как мы это делаем, но мы его не знаем, он нам не познаваем. Мы знаем только уже готовый результат. Да, и тогда чем он отличается? Казалось бы, камень должен ничем не отличаться от линии. Но с другой стороны, вот так. Геологически они различны. Да. Потому что в одном главе... С другой стороны, есть там Платон или Сократ, которые говорили, что математика есть высшая форма наслаждения. А почему? Потому что в созерцании построения геометрических фигур мы соотносимся с самим собой. Ну что это предполагает? Это предполагает противоположную интуицию, что в созерцании конечных вещей нет формы наслаждения. Что странно. Ну вот, вот это я... Позиция, это позиция, как бы, да, вот этой крайней субъективной философии, что все, что нам дано, на самом деле, во всем, что нам дано, мы являемся формой предметных. То есть, со стороны мира, если так можно сказать, или внешнего, вступает в нас только, чисто, некого рода поток, да, некого рода, как бы... Ну, внешнего вообще не надо трогать. Зачем ты и трогаешь внешнего? Тебе, ну, лишнее в этом построение. Ну, иначе тебе придется сказать, что ты творишь меня. Ну, ты же его не творишь. Ну, я же не творю его, конечно, я же провожу его где-то, в чем-то. Ну, я провожу как принцип, как в это. Чем-то я делаю, но я не могу говорить о внешности. То есть, принцип у тебя уже есть. То есть, как построить эту прямую, у тебя понимание есть. Так, все-таки, переходя к эстетике, допустим, мы эту интуицию захватили, да? Да. Это что ты хотел сказать-то? Я хочу сказать, если к эстетике, то получается, если есть форма в себе, то он может быть непосредственный деятель, который действует в себе. Вот как камень лежит, так он и действует. Потому что мы же этого не находим, непосредственного деятеля. Мы видим деятеля только для себя. Первый деятель у нас возникает, когда я понимаю, что я алкоголик, и пытаюсь в этой ситуации алкоголизм устроить, сэстетизировать ее, пить втроем и так далее. То есть, смотрите, в чем дело, если мы эту интуицию удерживаем, то действительно, так называемый непосредственный деятель оказывается возможным. Ведь с позиции рефлективной поэтики, как описывалась ситуация, ну вот человек, считающий, что непосредственных деятелей не бывает, но оказался в жизни, что называется, кому повезло, кому не удалось, оказался либо мелким предпринимателем, либо человеком, добившимся успеха, что совсем отвратительно, либо сельским врачом, и ты находишься в позиции эстетики. То есть, форма в любой момент у тебя соотносится с самим собой. Ты эту ситуацию реализуешь каким? Потому что форма подражает себе, как форма. Сельский врач заводит пенсные трости, начинает вышагивать. Мелкий предприниматель, добившийся успеха, выходит из Мерседеса, не как просто из Мерседеса, а из того, что из Мерседеса он выходит. Ну и таким образом все начинают это стилизировать. В чем основание? В том, что у нас принцип... Ты начинаешь рисовать прямую. Да, я начинаю рисовать прямую, в этом смысле я отношусь с самим собой. И в этой своеобразной эстетизации оказывается мой способ отношения с собой, как принципом построения собственного мира. Да, естественно. Я, конечно, строю мир, я веду прямую, я абсолютно произволен. Мне не нужно говорить, что я доктор, я не могу никем другим стать. Я вот просто прямую веду, веду, веду. Но поскольку я в проведении этой прямой соотношусь с собой, как с принципом построения, в этом смысле я оказываюсь для себя. Но решаю этот принцип вот как, тем, что я эстетизирую свою ситуацию. Мерседесы, игрушки, ну, каким-то образом. И вторая, противоположная ситуация, когда я схватываю себя как чистую форму происходящего. Не тренирую эту форму, а ее как в чистоте своей. То есть ее удерживаю в чистоте, а это означает, что я удерживаю ее в несубстантности, то есть в форме небытия. То, что это я пытаюсь описать, и в этом ситуации есть ситуация адекватности, есть ситуация высокого наслаждения. Настоящего наслаждения, которое, как замечает Достоевский, людям лишен определенного оттонченности, никогда не понять. Но, тем не менее, вот она именно такая. Если я эту чистую форму каким-то образом удержал, и в ней нахожусь... Еще раз, сейчас прямую, то есть эту прямую ты не рисуешь, а воспринимаешь ее как целое? Нет, я себе... Что специализируешь ее? Что лишь находишься? Нет, я, значит, удерживаю ее как чистую форму происходящего, по-настоящему в рефлексии. Не тем способом, что я тяну прямую и благодаря этому отношусь сам с собой. А тем способом, что я удерживаю просто ее в чистоте. Что значит, ты удерживаешь ее в чистоте? В чистоте это означает, что я удерживаю как все происходящее, как недействительное. Если там у меня моя субстантность, то есть мое бытие состояло в том, что я удерживал ее в качестве происходящего. Выходил из Мерседеса с важным видом, заводил пенснея, там, дама заводила собачку, чего-либо еще. В этой непосредственности как бы существовало. Но это непосредственность глубоко рефлективная. То есть, всякий раз, когда я занимаюсь предпринимательством, лечу больных, кем угодно, не важно, что я потом буду заниматься. Я могу от одной деятельности переходить в другой, от третьей, четвертой. Там, по-блому. Можешь рисовать треугольник. Да, могу, да. Или это не важно, рисовать треугольник или рисовать? Не важно, абсолютно не важно. Важно, что в этом форма дана мне в такой смысле для себя. Я обречен, что я это всегда буду эстетизировать. Поэтому существование любого нормального человека глубоко эстетично. Вот так он устроен, он иначе не может. Мы не можем отнестись к кактусу или быть домоправителем. Хотя к кактусу мы можем отнестись. Каким-то образом. Что вот так. Что не быть как бы для себя. Одновременно. Вот. Это вот такая ситуация. А есть рефлективная ситуация, когда я пытаюсь удержать это вне своей субстантности. И тогда любая форма у нас автоматически оказывается форма бытия. То есть ты говоришь, что это не я. Не то, что не я. Я то, что хочу сказать, что все, что происходящее, все со мной происходит, безусловно, оно лишается статуса действительного. То есть необходимого. Да, статуса бытия. Там она была в том, что я ввел, эстетизировал, ввел ее. В этом было проявление субстантности. Я понимаю, есть никакое действие. А теперь этого нет. Здесь действие нет. Нет, действие есть. Есть действие, в смысле действие, действие рефлексии. Есть еще какое. Да. Но не создание, а тревог. Здесь и тоже есть. Но она не прямая. Но я ее делаю тем способом, что я нахожусь в некоторой чистоте формы. А чистота формы, она является формой непытия. Но вот я многократно говорил, что... Я не могу понять, что для тебя получается находиться в чистоте формы. Но на русском языке... Ты прямой не знаешь, что такое форма. На русском языке я постоянно говорил, что для врача это естественно. Лечить больного, а убивать для него будет несубстантной деятельностью. Для этого... А он не знает, что такое убивать. Знает? Не знает. Если он знает убивать, он находится в чистоте формы. И ничего подобного. Умеющий убивать и умеющий лечить умеет убивать. Нет. Умеющий классно говорить девушкам комплименты, умеет им говорить... Высокопрофессионально говорить им и гадости. Это одно и то же. Нет, тогда он перестает быть тем, кем он есть. То есть, если бы я бизнесмен, который выходит из Мерседеса, как из Мерседеса, если он может выходить из Запорожца, как из Мерседеса, то он не бизнесмен. Да при чем здесь запорожец? Запорожец здесь ни при чем. Ну, важно... Ну, что для предпринимателя? Для предпринимателя быть бедным, убогим, несчастным или каким-то там еще... Для него это несубстантно. Вот бытие у тебя субстантно, а здесь это вот так несубстантно. Ну, это различие субстантно и несубстантно, какой-то там, по-моему, притянутый... Ну, я просто пытаюсь объяснить, что такое на уровне знака есть небытие. Ну, пойми, на самом деле, в чем состоит у тебя бытие? У тебя быть определенным означает быть. Да. А если ты находишься в состоянии неопределенности, это означает не быть. А почему я нахожу в состоянии неопределенности? Я нахожу тоже в состоянии... То есть, если ты в статоформе, это и есть в состоянии неопределенности? Нет, а у вас в какой статке? А как? Это состояние тоже определенности какой-то, но другое. Ну какое оно другое? Оно же не есть чистота не всякой неопределенности. Нет. Всякий раз ты оказываешься в той форме, которая тебе подвернулась. Ну а небытие в чём состоит? Небытие в её несубстантности. То есть ты фактически в состоянии чистой формы, ты просто осоздаёшь, что ты можешь мыслить. Грубо говоря. Или создавать. Да я только и мыслю. Нет. Когда ты мыслишь что-то, ты находишься уже не в чистоте формы. Он в конкретной форме. А когда чистая форма, ты тут просто мыслишь, что я мысли. Ну вот смотрите, давайте так рассуждать. Например, врач. Он когда является врачом, в моменты, когда он осуществляет врачебную деятельность, или когда мнить себя, или воображает врачом, он как бы, как ты говоришь, субстантным образом есть. Да. Почему? Потому что он как бы и внешним образом проявляет свой субстант. Он лечит, во-первых, поэтому он есть. А с другой стороны, он относится самим как с собой. Поэтому он статизирует себя как врача. Другая ситуация. Теперь он, допустим, этот врач и начал сознавать. Да. Вообще сознание, на самом деле, никак не изменяет саму ситуацию. В том смысле, что как бы врачебная практика так и остаётся врачебной практике. Да. Но в этом смысле… Но если что изменяется на самом деле, что он теперь относится к этому своему, своей врачебной деятельности как бы отстранённо. Как недействительную. Как недействительную? Да. Как недействительную. И эта недействительность, она проявляется в чём? В тем, что он становится как бы врачом-неудачником. То есть он как бы пытается… То есть у тебя, на самом деле, это небытие, обязательно выражается в неудаче. Не обязательно. А почему? А как иначе? Ну, как иначе. Человек может быть отстранённо относиться к своей форме, но тем не менее будет оставаться врачом. Как именно вот к неудаче, как к свитерегалов, любой нормальный… Алкоголик может эстетизировать свою жизнь. Вот опять же, смотри, здесь опять же проглядывает инстинциализм, который считает на самом деле, что если ты являешься изначально некой возможностью любого формы, то воплощение в какой-то конкретной форме является ограничение для твоей абсолютной возможности. Здесь… Тем самым является как бы падением, да, по сравнению с… Здесь нисколько инстинциализм не проглядывает. Почему? Потому что, как Вова правильно заметил, абсолютно всё равно, что строить, прямой или треугольник. Это всё понятно. Абсолютно всё равно. Важно то, что в этом построении я отношусь с собой. Мне важно, чтобы ты, как бы, есть некого рода несозмеримость перед тем, как ты являешься возможностью чего угодно, и тем, на самом деле, что ты являешься конкретной какой-то осуществленной возможностью типа врача. То есть ты был как бы Богом, условно говоря, который… Перетворение бытия, и потом ты являешься простым… Ну вот, ты то, что обсуждаешь запроси, это как бы внешний разговор, который не имеет по сути никакого настроения. Это внешний разговор, но он поясняющий, о чём идёт речь. У тебя нету этой самой… Откуда возникает недовольство в какой-либо конкретной форме? От того, что на самом деле любое… любое сознание шире любой формы. Так вот… Воплощённая форма всегда… Смотри, есть две формы как бы недовольства сознанием. Первая форма недовольства сознания состоит, что именно конкретная форма тебя не устраивает, и ты типа считаешь, что ты шире этой формы. А, был сапожником, а хочу я стать врачом, типа того, что… Ах, не хочу стать врачом, хочу стать этим… Лётчиком, или ещё кем-то. Это одна форма. Ты говоришь, содержательность гораздо шире любого этого… А есть… Не хочу стать, а могу… А есть другая ситуация, когда я отношусь к этой форме одновременно, к примеру, любой другой возможной формы находящейся на этом месте. И тогда выхода нет, и не могу уже хотеть того, что стать лётчиком, стать хирургом, ещё кем-то стать. Конкретно взятая для меня форма является примером любой формы, которая могла бы явиться здесь, в этом качестве. И в этом смысле оказывается, что мне и рефлектировать, и устраивать мистерии небытия можно по отношению как бы к этой форме. Нет, ну просто… Это понятно, на самом деле, что если какая-то конкретная форма, типа формы врача, по которой ты находишься, является примером любой формы. Да. И уже неважно, на самом деле, врач, ты там, лётчик, там, или ещё кто-нибудь. Чтобы не было, всякий раз будет одно и то же взаимоотношение между тобой и как бы конкретным воплощением какой-то конкретной формы. Да. И тогда получается, что ты впадаешь в эту бессерию небытия. Да. То есть ты не хочешь быть кем-то конкретным, а… Да. А хочу висеть в качестве гражданина кантонного ура, там, за шкафом или за дверью, где он там у них висел-то. Другого нет. То есть у тебя, получается, в самом начале, если ты рефлектируешь, у тебя жизнь невозможна. Вот жизнь возможна вот таким образом, как выходя из Мерседеса, Пенсне, дамы-собачки… Да, просто если ты находишься в чистой форме, ты действительно жить не можешь. Ну класс, мой доклад сегодня не о том немножко, видишь, как ни странно. Мы опять с тобой ушли далеко. А существуют непосредственные деятели как таковой. Есть люди, которые живут как камни. Камнями не являются. А есть люди, которые живут в такой самой ситуации, которые реализуются восприятие камня. Вот на самом деле у меня есть определенная интуиция. Бывает, что я в квартире своей сижу, неужели, когда я включаю свет, включаю телевизор или что-то, я это делаю статизирую тем, как бы я был бы мелким предпринимателем или крупным хирургом. Такое бывает или не такое? Или вот действительно бывает, когда я лежу в ванной, еще какое-то деятельное существует, что я нахожусь… То есть же это самое, когда ты являешься врачом? Да, да. Ведь мы же, если договорились, что мы деятельность по построению треугольника различаем от восприятия камня, если такая интуиция есть, то здесь есть это. То есть можно стать непосредственным деятелем? Может, я бываю непосредственным деятелем? Это мое счастье в этом. Ну, мне кажется, врач, который не задумывается, не хочет ни кем другим быть, а есть врач, который покупает пенсне этот самый, он и есть непосредственный деятель. Так вот нет. У него другого ничего нет. Так вот нет. Ну как нет? Потому что я говорю, пенсне – это форма рефлексии. Пенсне – это форма рефлексии. У тебя, во-первых, ты являешься врачом, то ты строишь линию, а с другой стороны ты заводишь это свое пенсне, потому что ты… А ты можешь его не заводить, а оно, как бы сказать, оно в тебе обросло. Ты не рефлексируешь, ты покупаешь его, потому что другого быть не может. Потому что ты рисуешь линию. Не в этом дело, он имеет в виду, что ты какие-то дополнительные знаки… Присовокупляешь. Да, присовокупляешь своему образу врача. Ты не просто как бы деятельность врачебную совершаешь, а ты еще как бы означивши свою деятельность. Как я еще и танцую. Да, то есть как в ритуале совершаешь. Да, я… Пенсне – тросточка, идешь ты как врач. Я понял, понял. Атрибуты какие-то. Да, ты прилагаешь к своему образу врача. Ты не просто врачом, но ты еще и танцуешь врача. Это я понимаю. Вот так, о чем пишу пенсне – это именно это и означает. Атрибуты дополнительные. Как Мерседес – предложение к этому успешному предпринимателю. Понимаешь? Своего рода некорда атрибут. Атрибут успешности. Можешь ли ты быть врачом, не обретая пенсне и палочку? Не можешь, да. Ответ – не можешь. Потому что не палочка… Потому что Игорь же говорит, что мы не просто живем, а мы эстетизируем свою жизнь. Да, что всякий раз, когда мы строим собственную жизнь, мы относимся к собой как к принципу построения. А на самом деле, чуть-чуть возвращаясь назад, откуда берется тот факт, что любая форма неприемлема для сознания, если она понимает свое взаимоотношение с миром? Да? Оно строится на том, что нет чистой формы. Чистая форма своей чистоты невозможна. Всегда форма является формой чего-нибудь. Да, но возможно… То есть, чистая форма – это небытие? Да. Ну, на принципе, невозможно. Но небытие не в том смысле, что объективность, а небытие в том смысле, что невозможно… Чистой формы как бы нет. Всегда есть форма какая-то конкретная. Ну, давайте подведем итоги. А если существует чистая форма как возможность, тогда на самом деле это постоянно не удерживается. Да. Смотрите. То есть, у нас возникает как бы две ситуации, две которых я знаю в жизни, и одно непосредственно деятель, можно предполагать. Значит, у нас есть ситуация непосредственного деятеля, когда я отношусь с предметом, который находится в горизонте моего восприятия, как просто с предметом. Я отношусь к нему как к чему-то вот такого рода внешнему. И вторая форма, когда я отношусь с собой к восприятию собственной жизни как к принципу восприятия. Об этом ситуации можно говорить как для себя в форме сознания. И третья ситуация, когда вот эту форму или принцип построения я пытаюсь удерживать в качестве чистой формы. Эта деятельность не успешна, потому что чистота формы невозможна, но, возможно, некая деятельность негации постоянной. И вот для меня… Есть деятельность консатации, скажи, что… Она как бы негативная. У тебя она негативная, но деятельность консатации, что ты не эта форма, не эта… Какая бы форма ни была бы… Но почему не эта… Ты не врач… Как раз она состоит в удерживании, не в негации она состоит, что я не врач, не хирург и никто. Негация… Настоящая негация. Негация не одной содержательности другой, а негация формы как таковой. То есть негация всякого рода формальности. Негация формы как таковой. Потому что быть… Про Настасью Филипповну мы сегодня говорили. Быть… Для нее уйти в прачке или выйти замуж за Тотского – это… Как бы вот этот… Устроить свою жизнь. Она может в этом устроиться, стирать там с какой-то необычным… Изяществом. Или сидеть как неприступная добродетель в ложе, когда выйдет замуж за Тотского. Или что-либо еще. Вот так вот так себя вести. Но она выбирает некую деятельность, которая является по отношению ко всему этому деятельностью несубстантной. Ее единственное содержание в том, что она несубстантная. И в этом смысле она бросается от князя к первопавшему офицеру, Крабожину… Говорит Булат, ни то, ни сё, ни третье. Да где же ни то, ни сё, ни третье? Но я-то подразумеваю, что… Она бы тогда пошла бы на Балканскую войну и стала бы миссисторой. Это не то, ни другое. Смотри, смотри. Я как раз… В чем разница… Я наконец понял, в чем разница с Игорем позицией. Я предполагаю, что чистая форма возможна. И что человек может удержать чистую форму и быть чистой формой возможности. Это Игорь предполагает. Это я так считаю. А Игорь считает, что такую форму возможности чистой. Не может быть, да. В этом разница. Эксистенциалист вместе со мной считает, что чистая форма возможна. Можно быть своей возможностью. А здесь нельзя, да. Чистой возможностью. Да. Чистой возможностью может быть до всякой реализации. Да. А Игорь говорит, что невозможно быть… А я говорю, что это упражнение, оно не содержательно, а формально. Игорь говорит, что нет такой чистой формы, нельзя найти его и выдернуть, увидеть его в чистоте. В христе такого нет. Всегда есть форма, которая осуществлена. То есть форма врача, форма содержанки и что-нибудь такое. Которая осуществляется, то есть как линия ведется. Невозможно ли принцип линии взять так и лицезрить. А всегда мы осуществляем этот принцип. А я говорю, что возможно такое состояние, сознание, оно до всякой деятельности и реализации существует в виде некого проекта, в виде некого рода возможностей. В этом, кстати, разница экзистенциализма и то, о чем говорит Игорь. Да, да, да. Ну, я вот всякий раз к этому возвращаюсь с самого первого точки зрения. Вот эта ситуация непосредственно деятелей, она бывает? Или вот у нас вся дихотомия строится на розыгрыше чистой формы и для себя формы? В моей терминологии, нынешней, вот новую терминологию придумал. Чистоты и для себя формы. И действительно бывает еще какой-то противопостоящий им персонаж, там, а как я, как речь, башмачкин, до того, как он решил завести себе шубу. Вот такой персонаж, он возможен или нет? Бывает ли, когда мы относимся с камнем не тем способом, что одновременно форма явлена для нас? Ну, ты по-разному, да, ты ставишь проблему, вот этот непосредственный деятель, насколько он непосредственный. Да, да, да. Ведь смотрите, как этот герой записи к из-под поля рассказывает. Он же отказывает оставшимся людям, вот этим ребятам, собравшимся, в том, что они рефлюктивные персонажи, но по-другому. Вот путем эстетизации человека, имеющего успех. Там есть такой мальчик, который им рассказывает, все его вдохновенно слушают, что у него будет протекция, он будет иметь успех. Будущую, дам и всего прочего. Он же их пытается превратить в непосредственно у деятеля. Они же не таковы, на самом деле. У него же даже друг есть, который постоянно там, помнишь, к нему ходит-то? Он же тоже вроде понимает, в каком состоянии находится этот герой записи. Помнишь, у него друг-то там есть? Не помню, признаться. У него друг есть, помню там. Не помню, не знаю. Который как раз, как он попал к этому хвалящемуся, успешному. Он же через друга этого попал. Друг ему сказал, что они будут встречаться у него-то. И он сам напросился. И вот это значит эта ситуация. Ведь надо понять человека, выходящегося из Мерседеса, машина это не то, в чем ездят, а то, в чем выезжают, как определенный урод трагический персонаж. Но вот он вот такой. Вот так он. Он постоянно строит другой. Я не положу, что непосредственно деятель это вообще гряне человека, животное. Вот оно является непосредственно деятелем. Я не знаю, я когда здесь щелкаю выключателями, выключателями пультами здесь у себя дома, то я не знаю, может я являюсь непосредственным деятелем. Потому что очевидным образом не стратизирую собственное движение, никого нет, себя нет. Ну еще раз мы так сегодня плодотворно поработали, я хочу обратить внимание, что обе эти состояния для себя, формы, чистоты формы, они требуют для себя другого, как качество ничего, никого предполагаемого субъекта, да? Инстинкты. Какие инстинкты? Какие инстинкты? На которые проработают. Свидетели они имеют в виду. Я свидетель. Свидетель, что как свидетельствовал, что... Да, что есть предполагаемый свидетель того, что... Который понимает, что происходит. Да, что происходит, да, что это не просто какая-то машина, а Мерседес. Это я не просто какой-нибудь офицер, а майор. Так, может быть, человек подошел бы и считал, что Мерседес средство передвижения. Да, точно так же, да. И инстинкты бы не состоялось. Кто-то как-то это был. Кто-то должен понимать, что и восторженно смотреть, что вот человеку будет Мерседес, что это означает. Да, да, да. То есть, означивание производить, собственно. Да, один из дворей нужен вариант. Да, а второе, возможность, что когда человек разыгрывает эту мистерию небытия, что должен быть человек, который понимает, что здесь происходит. Почему? Здесь как раз это очень важно. Да, потому что, как Булат правильно замечает, чистой формы не существует. То есть, если ты начинаешь заниматься своеобразной деятельностью негаций, то должен быть человек, благодаря которому эта деятельность негаций удерживается именно как деятельность удержания себя чистой формы происходящей. Которая должна различать, собственно, тебя и форму. Да, 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 совершенно верно, да. Но это ты сам не видишь. Да? Ты сам не видишь. Ты осуществляешь эту негацию. А человек, который должен это удерживать. Понимаешь? Удержит как бы результат уже. Да, и это очень интересный тоже результат. Потому что для непосредственного деятеля для него другого не существует. Для него есть выключатели, камни на дороге, еще что-то еще. Наполеон приспокойно, ну, фантастический Наполеон, да, забывает там 100 тысяч человек в Египте, и после этого уезжает во Францию, собирает новую армию. Это вот такие вещи. Он об этом не рассуждает, он как камень на дороге. Хотя, конечно, у него восприятие как восприятие камня на дороге. А здесь как бы наоборот. Получается, что для себя формы и для чистоты формы нужен свидетель. Для чистоты формы с невиданной интенсивностью. Раскольников, при нем Сонечка Мармелад. При офицере из Кроткой, Кроткая состоит. Для Ставрогина, там, сразу же две дамы учителяют подобные вещи. Они существуют для третьего уже, а не для двух друг друга. То есть, они существуют только потому, что мы читаем произведения и видим эти противоположности. А для себя, сам для себя, ему не нужна Сонечка. Ну, как раз для себя-то и нужна. А Кроткин просто купил себе девчонку. Да, Кроткин специально заводит Кротку, чтобы показать ей, что он не такой, а что он какой-то другой хороший. Нет, что он другой. Она сама должна была до этого додуматься. Не он должен ее внушить, а что она сама должна была додуматься и благодарностью броситься на шею. Я понимаю. В данном случае, реализация, то есть, объективация его отношения к самому себе. Но только не объективация. Вот только не объективация. Ну, а по-другому никак. То есть, в себе-то он различил. Но для того, чтобы это извне подтвердить, ему нужна Сонечка. Он как раз в себе. В себе-то он подтвердит. Различить, кто он различил. Не-не-не-не. Но смириться с этим не может. Нужен кто-то второй, кто это подтвердит ему. Ты знаешь, ты буквально обсуждаешь, как есть теория и эксперимент. То есть, теоретически он знает, и ему надо экспериментально подтвердить. Ну, если говорить в некотором смысле, что-то в этом нет. Проблема состоит невозможность удержания чистоты формы. Ты занимаешься негацией, но в этот самый момент ты теряешь себя как рефлективную позицию. Да? Я не говорю про чистоту формы. Я говорю про форму, которая вторая. Когда ты отказываешься от одного, от второго, от третьего. То есть, находишься в состоянии негации постоянно. Не от одного, не от одного, второго и третьего. Все время от одного. Ладно, ты уж. Ну, от одного в смысле идеи. Ну, в общем, ладно. Я сказал, я сказал, да. Сказал, да, примерно. Ну, вот эта самая ситуация. Она смешная такая. Но оказывается, что человек, находящийся в чистоте формы, не может как бы жить один. Для него нужен обязательно такой провиденциальный, понимающий собеседник. И человек, живущий тем, что... Который его будет определять. Строит собственную жизнь. Строит собственную жизнь. Смотри, там... Назадясь в чистоте формы, тебя другой определяет. То есть, ты-то находишься в чистоте формы. И тот другой, который находится вне тебя, в некотором смысле делает из тебя чистого, как ты сказал, чистого этого самого... Деятеля. То есть, ты, находясь в чистоте формы, тем не менее, ты живешь, но живешь под воздействием, грубо говоря, того, кто вне тебя. Не думаю. Ну почему? Ты, находясь в чистоте формы, нажимаешь на кнопочки, ходишь, работаешь, но тебе не находишься в чистоте формы. Да не бывает такого. Тебя определяют больные. Тебя определяют больные. А больные-то вообще будут третьи. По Игорю, получается, что нет никакой чистой формы. Игорь же говорит, что... Удержать себя в чистоте формы, это означает просто отличить себя от той формы, в которой ты находишься. Отличить только. Но отличить это не значит удержать. Когда ты себя отличаешь, ты одновременно не можешь воспринимать себя как чистую форму, поэтому тебе нужен другой свидетель, которому ты в очередной раз опосредуешь свое отношение с миром. Вот это есть провинциальный свидетель. Для этого Раскольников заводит Сонечку, Кроткий заводит Кроткую, Офицер из Кротки заводит Кроткую, Староги заводит этих двух обоих дам и так далее. Это везде у него. Карамазов, средний из браки, заводит себе Катерину Николаевну, Катерина Ивановна, Катерина Николаевна Версилов заводит себе, точно так же в подростке. Это везде такая штука у него просматривается всегда. Чего они всегда баб при этом заводят, это очень интересный вопрос, потому что Федор Павлович Карамазов старший, завел себе для этих функций старца Зосим. Такая вот эта действительность. Хочу обратить внимание, что здесь впервые по-настоящему возникает другой как провиденциальный собеседник. А все начнет с простейшей задачи, с того, что мы ведем линию и одновременно относимся с собой как с принципом построения этой линии. Казалось все просто, а из этого мы построили столь замечательную эстетику. Все. Спасибо. 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 Спасибо.